Тайная история, Прокопия Кисарийского, один из самых интригующих и скандальных исторических текстов, сохранившихся с периода поздней античности. Написанная в VI веке н.э., Тайная история, предоставляет откровенный и часто скандальный отчет о правлении византийского императора Юстиниана I и его жены, императрицы Феодоры, а также о других выдающихся фигурах византийского двора. Это произведение резко контрастирует с более официальными и похвальными хрониками, которые Прокопий писал ранее, такими как войны, или истории, и о постройках, прославлявшие достижения императора. В Тайной истории, Прокопий рисует мрачную и критическую картину правления Юстиниана и его окружения, описывая их как коррумпированных, аморальных и тираничных. Работа предоставляет глубокое понимание политической, социальной и культурной динамики Византийской империи в период правления Юстиниана, но также поднимает важные вопросы о достоверности и цели исторического письма. Независимо от того, намеревался ли Прокопий опубликовать «Тайную историю» при жизни или оставил ее для посмертной публикации, это произведение раскрывает ту сторону византийского общества, которую официальные хроники зачастую скрывали. Этот эссе нацелен на всесторонний анализ «Тайной истории» Прокопия, включая ее исторический контекст, содержание, темы и значение как источника для понимания Византийской империи. Анализ также исследует причины резкого изменения тона между его официальными хрониками и «Тайной историей», надежность его рассказа и влияние, которое это произведение оказало на понимание правления Юстиниана историками. Исторический контекст «Тайной истории» «Тайная история» была написана в один из самых значительных периодов в истории Византийской империи. Правление Юстиниана I, 527-565 годы н.э. ознаменовалось значительными достижениями, включая повторное завоевание частей Западной Римской империи, важные правовые реформы, в частности, кодификация римского права в корпус «Джурис Сивилис», и масштабные строительные проекты, такие как храм Святой Софии. Прокопий, родившийся в Кесарии примерно в 500 году н.э., был хорошо образованным членом элиты и служил официальным историком при дворе Юстиниана. Прокопий сопровождал генерала Велисария в походах в Италию, Северную Африку и на восточную границу против персов, что дало ему уникальную возможность наблюдать за военными и политическими событиями того времени. Его произведение войны описывает эти компании в восторженных тонах, восхваляя как Юстиниана, так и Велисария за их руководство и военные успехи. Однако, «Тайная история», написанная позже, около 550 года н.э., предлагает совершенно иную картину, изображая Юстиниана и его режим в негативном свете. Историки давно спорят о причинах резкого контраста между официальными хрониками Прокопия и «тайной историей». Некоторые утверждают, что «тайная история» представляет собой истинное чувство Прокопия, в то время как другие предполагают, что она могла быть написана, чтобы угодить политическим противникам Юстиниана, которые стремились его дискредитировать. В тексте содержится мало прямых свидетельств о мотивах Прокопия, что оставляет пространство для различных интерпретаций. Структура и содержание «тайной истории». «Тайная история» состоит из 30 глав, охватывающих различные темы, связанные с правлением Юстиниана, его жены Феодоры, генерала Велиссария и его жены Антонины. Произведение характеризуется своим ядовитым тоном, личными нападками и почти навязчивым вниманием к моральным недостаткам описываемых людей. Юстиниан и Феодора. Первая часть «тайной истории» сосредотачивается в основном на Юстиниане и Феодоре, которых Прокопий описывает как глубоко порочных людей. Юстиниан изображен как тиран, который был как некомпетентным, так и злонамеренным. Прокопий обвиняет его в ответственности за многочисленные бедствия, включая разрушение городов и гибель бесчисленного множества граждан. Он описывает Юстиниана как обладающего демонической природой, доходя до того, что утверждает, будто Юстиниан был демоном в человеческом облике, ссылаясь на слухи о том, что лицо императора иногда исчезало или что он бродил по дворцу ночью без головы. Феодора, по словам Прокопия, бывшая актриса и проститутка, описывается как жестокая, манипулятивная и сексуально распущенная. Прокопий предоставляет скандальные подробности о ее ранней жизни, описывая ее как человека, не знающего ни стыда, ни сдержанности. В его рассказы Феодора это контролирующая фигура при дворе, которая использовала свое влияние на Юстиниана, чтобы наказывать своих врагов и обогащать себя и свою семью. Прокопий утверждает, что она получала удовольствие от страданий других и что ее политика привела к падению нескольких видных лиц. Велисарий и Антонина. Тайная история, также включает обширные разделы о Велисарии, самом успешном генерале Юстиниана и его жене Антонине. В то время как в своих предыдущих произведениях Прокопий восхвалял Велисария, в «Тайной истории» он изображен как слабый человек, легко поддающийся влиянию своей жены Антонины. По словам Прокопия, Антонина была интриганкой и неверной женой, которая манипулировала Велисарием, чтобы продвигать свои амбиции. Велисарий изображен как трагическая фигура, верный Юстиниану, но в конечном итоге разрушенной своей неспособностью правильно оценивать людей и манипуляциями своей жены. Тема и анализ. Тайная история, может быть проанализирована через несколько ключевых тем, каждая из которых проливает свет на политическую и социальную динамику Византийской империи во время правления Юстиниана. Тирания и коррупция, одна из самых заметных тем, «Тайной истории», изображение режима Юстиниана как тираничного и коррумпированного. Прокопий подчеркивает жадность императора и его пренебрежение благосостоянием своих подданных. Он обвиняет Юстиниана в обогащении за счет империи, захвате имущества и введении тяжелых налогов, которые привели к массовой нищете. Прокопий также акцентирует внимание на произвольности правления Юстиниана, предполагая, что император наказывал своих врагов без надлежащего судебного процесса и окружал себя коррумпированными чиновниками, которые поддерживали его тиранические методы правления. Тема тирании также отражается в изображении Феодоры, которая описана как не менее жестокая. Феодора представлена как кукловод, использовавший свое положение для контроля над Юстинианом и осуществления своих мстительных замыслов. Тайная история предполагает, что комбинация некомпетентности Юстиниана и жестокости Феодоры привела к режиму террора, который затронул все уровни византийского общества. Мораль и аморальность. Тайная история, сосредоточена на моральных недостатках описываемых людей, особенно Юстиниана и Феодоры. Рассказ Прокопия о ранней жизни Феодоры наполнен сенсационными подробностями о ее сексуальных похождениях, которые он представляет как доказательство ее неспособности к правлению. Юстиниан описан столь же аморальным, с обвинениями Прокопия в лицемерии, жестокости и почти сверхъестественной злонамеренности. Эти описания отражают более широкую озабоченность Прокопия по поводу упадка моральных стандартов в византийском обществе. Он предполагает, что коррупция и аморальность императорского двора имели разрушающий эффект на всю империю, ведя к социальному разложению и эрозии традиционных ценностей. Прокопий предстоит в роли моралиста, скорбящего о гибели таких добродетелей, как честь, преданность и справедливость, на фоне неконтролируемой власти Юстиниана и его окружения. Политические интриги. Тайная история, полна рассказов о политических интригах, многие из которых сосредоточены на византийском дворе. Прокопий описывает мир, в котором личные мести, тайные союзы и закулисные манипуляции определяли ход событий. Феодора, в частности, изображена как мастер политических интриг, использующая свое влияние на Юстиниана для устранения соперников и продвижения собственных интересов. Прокопий также обвиняет Антонину в участии в политических махинациях, используя свои отношения с Велисарием для приобретения власти и богатства. Тема политических интриг отражает сложность и часто опасную природу жизни при Византийском дворе. Прокопий предполагает, что двор был местом, где верность была мимолетной, а альянсы могли быстро измениться. Постоянная угроза предательства и всегда присутствующая опасность утратить благосклонность императора или императрицы создавали атмосферу страха и подозрительности, которая проникала во всю имперскую администрацию. Роль судьбы и удачи На протяжении всей «тайной истории» Прокопий часто приписывает успехи и неудачи людей прихотям судьбы или удачи. Это отражает общую тему в античной историографии, где историки часто подчеркивали роль случая или божественной воли в определении человеческих событий. По мнению Прокопия, многие бедствия, постигшие Византийскую империю во время правления Юстиниана, были результатом плохой удачи, а не только человеческих ошибок. Эта тема также подчеркивает фатализм Прокопия в отношении будущего империи. Он предполагает, что моральное и политическое разложение, которое он наблюдал, было вне контроля любого индивидуума и что империя была обречена на упадок, независимо от усилий ее лидеров. Этот пессимистический взгляд подкрепляется описанием Юстиниана и Феодоры как почти сверхъестественных агентов разрушения, чье правление символизировало неизбежный упадок империи. Мотивы Прокопия и достоверность «тайной истории» Один из центральных вопросов, связанных с «тайной историей», заключается в том, почему Прокопий написал ее и можно ли доверять ей как надежному источнику информации о правлении Юстиниана. Как упоминалось ранее, Прокопий ранее писал более благоприятные отчеты о Юстиниане и его режиме, что заставляет некоторых историков спекулировать о причинах резкого изменения тона. Возможные мотивы Было предложено несколько теорий для объяснения мотивов Прокопия при написании «тайной истории». Одна из теорий заключается в том, что Прокопий, разочаровавшись в своем опыте при Византийском дворе, написал «тайную историю», как способ выразить свои личные фрустрации и разочарования. Его привилегированное положение как члена элиты и официального историка дало ему доступ к информации и опыту, которые могли омрачить его взгляд на Юстиниана и его окружение. Другая теория предполагает, что Прокопий мог написать «тайную историю» в ответ на изменения в политической обстановке. По мере продолжения правления Юстиниана, его политика, особенно высокие налоги, религиозная нетерпимость и юридические реформы, становились все более непопулярными среди определенных сегментов византийского общества, особенно среди элиты. Прокопий мог написать «тайную историю», чтобы заручиться поддержкой этих недовольных групп, либо для защиты своего положения, либо для получения благосклонности потенциальных соперников Юстиниана, таких как члены Сената или аристократии, недовольные централизацией власти императором. Также возможно, что «тайная история» была написана как литературная месть. Личные нападки Прокопия на таких людей, как Феодора и Антонина, могут отражать его разочарование в их доминирующей роли при дворе и их влиянии на Юстиниана. В этом случае «тайная история» служит контрнарративом к официальным хроникам и панигирикам того времени, раскрывая то, что Прокопий считал уродливой правдой, скрытой за тщательно выстроенным образом правления Юстиниана. Достоверность «тайной истории» Достоверность «тайной истории» была предметом споров среди историков на протяжении веков. С одной стороны, Прокопий был свидетелем многих описываемых событий, и его отчеты о кампаниях и политике Юстиниана часто детализированы и конкретны. С другой стороны, «тайная история» полна сенсационных утверждений, слухов и личных нападок, что ставят под сомнение ее объективность. Одной из главных критик «тайной истории» является ее очевидная предвзятость. Прокопий явно имел личную вражду против Юстиниана, Феодоры и других придворных, и его описание их поведения часто чрезмерны и не подкреплены доказательствами. Например, его утверждение о том, что Юстиниан был буквально демоном в человеческом обличии, или что Феодора участвовала в странных сексуальных действиях, явно направлены на дискредитацию этих личностей в максимально резких выражениях. Эти сенсационные элементы предполагают, что Прокопий не писал как беспристрастный историк, а как человек с глубокой личной неприязнью к описываемым фигурам. Однако это не означает, что «тайную историю» следует полностью отвергать. Несмотря на свою предвзятость, работа предоставляет ценные сведения о внутренней жизни византийского двора и личностях его ключевых фигур. Хотя многие из обвинений Прокопия, вероятно, преувеличены, они могут содержать долю истины. Например, его изображение Феодоры как могущественной и влиятельной фигуры подтверждается другими современными источниками, а его критика в отношении тяжелого налогообложения и юридических реформ Юстиниана согласуется с другими свидетельствами правления императора. В итоге, хотя «тайную историю» следует воспринимать с осторожностью, она остается важным источником для понимания сложностей правления Юстиниана. Сравнивая отчет Прокопия с другими современными источниками, историки могут получить более нюансированное представление о Византийской империи в этот период. Тайная история, в последующей историографии. Тайная история оказала длительное влияние на историографию правления Юстиниана и Византийской империи в целом. На протяжении многих веков она была наиболее известным и цитируемым произведением о Юстиниане, и ее сенсационное изображение императора и его двора формировало представление последующих поколений о данном периоде византийской истории. В средние века, тайная история была практически неизвестна в Западной Европе, но была заново открыта в эпоху Возрождения и быстро стала популярным источником для историков. Ее скандальное содержание, особенно описание Юстиниана и Феодоры, захватывало воображение читателей и способствовало более негативному восприятию византийской цивилизации. В эпоху просвещения такие историки, как Эдвард Гиббон, широко использовали «тайную историю» в своих критиках Византийской империи, используя рассказ Прокопия как доказательство морального и политического упадка империи. Гиббон в своей работе «История упадка и разрушения Римской империи» описывал Юстиниана как «демона тирании», что было в значительной степени вдохновлено «тайной историей». В современной историографии ученые подошли к «тайной истории» более критически, признавая ее предвзятость и ограничения, но также признавая ее важность как исторического источника. Многие современные историки рассматривают работу как сатиру или пример античной инвективы, а не как прямой отчет о событиях.